Приветствую вас. Я думаю, что ответ на такой вопрос не может быть дан, исходя из той информации, которую вы нам предоставили. Я думаю, что ответ на этот вопрос можно дать только в том случае, если будет предоставлена информация касательно вашего психологического портрета вообще, в том числе в детстве. Вы можете природно реагировать на подобные вещи вот так. Ну вот так. И в этом нет ничего плохого. В этом нет ничего ненормального. Ну, кроме, наверное, только вопроса о том, почему вы спрашиваете нас. То есть, если спрашиваете, то получается сомневает, насколько реакция нормальная и откуда пришла, например, эта идея, что должно быть по-другому как-то. Почему вам, почему вы подумали о том, что должно быть иначе? В следствии чего вы подумали, что должно быть иначе. С другой стороны, есть довольно большая вероятность того, что вы... просто подавили себе свои эмоции, свои переживания и не позволили им ну, выразиться. Да, не позволили им как-то вот условно говоря проявить себя. я конечно не берусь утверждать наверняка это но думаю, что то как минимум как минимум как минимум ситуация вот такой может быть то есть как минимум А ситуация может быть такой, чтобы просто подавили в себе, значит, свои эмоции, свои чувства, потому что могли, например, посчитать, что их нельзя выражать или что вы не должны этого делать. Ну, то есть, могут быть достаточно разные причины этого, но суть как бы она одна, вот, потому что потеря близкого человека, это все-таки потеря, потеря близкого человека, это все-таки, это все-таки именно потеря, и отстрадать, отстрадать эту потерю, все же нужно, вот. То, что вы ее не отстрадали, ну, и то, что вы испытываете сейчас, вот, то, что вы чувствуете сейчас, ну, это скорее говорит об эмоциях, которые не были все-таки выражены вами, об эмоциях, которые все-таки не выразились, не выразились полностью. Вот. И сейчас они наружу все-таки прорываются, так или иначе. Вот. Я думаю, я думаю, я думаю, что такой ответ можно вам дать, опираясь вот именно на то, что вы пишете, то, что вы говорите. Да, мои коллеги правы. Говоря о том, что нормальных реакций нет. Мои коллеги правы. Я ни в коем случае с этим не спорю. С этим нельзя спорить. У кого-то реакция одна, у кого-то реакция другая. Это норма на самом деле. Норма. Норма. Но есть большой риск того, что вы оставили серьезные переживания как-то вот в себе. Есть большой риск. И вот мне кажется, что очень важно, чтобы эмоции не остались у вас. Чтобы они все-таки выразились, выразились. Так или иначе. Вот так. Так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете, который вы задаете. Я очень надеюсь, что это было вам полезно, что вы получили для себя новую информацию, что вы открыли для себя что-то новую информацию, что вы открыли для себя что-то новое. Я очень на это надеюсь. 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 Очень надеюсь на то, что дал вам повод, да и... и пищу для размышлений. Вот. Ну, еще раз повторю, момент такой достаточно деликатный. Вот. И мне кажется, что по одному тексту вашему ни в коем случае нельзя делать каких-то таких вот... поспешных, поспешных, поспешных выводов. Вот. Даже если вам, условно говоря, хотелось бы, чтобы мы их сделали выводы поспешные. Понимаете? Вот. Поэтому давайте все-таки мы не будем гадать, да? Давайте мы все-таки постараемся пройти к вопросу максимально профессионально. Вот. И дальше уже будет видно. То есть, если вас эта тема действительно волнует, если вас эта тема действительно интересует, я думаю, что... парочку консультаций взять в принципе можно. Я думаю. Взять парочку консультаций. Вот. И по... исследовать. те моменты, которые... те моменты, которые... те моменты, которые... которые... те моменты, чтобы вы бред на сказал время, предоставки, которые дети, которые точно применяют оборудование, рядом с ним или Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом.